Я приветствую вас, дорогие мои друзья, вы на канале Таро Инжел Планет и мы продолжаем бесплатное обучение, бесплатное изучение колоды Таро Девятой Луны, Таро Безумной Луны. Пока я небольшое интро рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Мы переходим к кубкам. Кубки у нас, напоминаю, это эмоции. Мы будем рассматривать все эмоциональные сферы человека. В принципе, вся колода о скрытом, бессознательном, об эмоциях, о скрытых эмоциях, об открытых эмоциях, как они проявляются, какие они, как они проигрываются. В раскладах я рассказываю из своего опыта, как оно проигрывается, я рассказываю общие значения, рассказываю какие-то лайфхаки, связанные с этими картами, рассказываю, какие могут быть последствия в раскладах, как их, ну, может быть, приостановить, нивелировать. Любой аркан может дать совет. Таро – это древнейшие системы, вышедшие из Египта, и любые оракулы, которые были придуманы в те времена, удачно использовались. То есть мы сейчас с современными методами, с современной психологией точно так же понимаем, что есть такой человек и ждут такие-то последствия. Такой человек использует вот такие стратегии, такие-то, такие-то стратегии, отражает такой-то, такой-то аркан. То есть тут все понятно, да? Предупрежден – значит вооружен. Итак, так как мы перешли к кубкам, мы начинаем тут с короля кубков. Давайте посмотрим, что мы видим на карте. Король кубков у нас тут мужчина красивый, в красивых одеждах, с бокалом дорогого вина, смотрит, да, куда-то на море, там где-то корабль его плывет, торговый, он же король. Кубков – король этой южной страны. Так как тут у нас кубки, они находятся на юге в этой стране Лунного Королевства. У вас сал кубков, король кубков. Мы можем обратить тут внимание на его одежду, что она такая экстравагантная, такие намеки на осьминога, который может окутать своим обаянием. Мы тут видим нежные руки, что он, ну, ни дня не работал, особенно физически, может быть, умственно, да, творчески, скорее всего. Потому что карта в раскладе намекает на творческих людей, похоже чем-то на звезду. Это творческий подход к жизни, к любви, это модельеры, художники, театралы, писатели, кто-то, может быть, блог свой ведет. Вот они все такие из себя, не только творческие, но и обаятельные, они чем-то цепляют людей. Тем не менее, мы смотрим на него и понимаем, что в этом может стоиться опасность, девиация. У него багор какой-то в руках, да, что он может со дна им что-то достать. И под ногами морская звезда, которая, если лапку-то отрубить, она, ну, вырастет заново, благодаря такой эмоциональной жизнестойкости. Это люди в раскладе такого характера имеют стратегию вырастать из любого дна. У них хороший эмоциональный интеллект. Даже если их ранить, у них все в жизни пропадет. Они заново встанут на ноги. Такие люди восстановят себя. Как проигрывается эта карта и о чем она нам еще говорит. Такие люди, они в основном везунчики. И вроде как плывут по течению. Там вот корабль, да, по течению плывет, все хорошо. Эти люди довольно часто родились с удачей. Как говорится, с серебряной ложкой. Возможно, в одном месте. Как говорят завистники, которые завидуют этим людям. Потому что они вот палец о палец не стукнули. Или не стукают. И им само все приходит. Даже вот он вроде как ни дня не работал, но король. Человек такой легкий, позитивный, оптимистичный. Да, он ни дня не работал. Через девиацию это может проявляться как человек, который будет говорить. Я люблю тебя. И звезду с неба достану. Но мамонта это не ко мне. Давай мамонта сама. В основном такие люди выживают благодаря более практичным людям. Его подчиненным. А так как он весь такой любящий, довольно часто другие люди, скажем так, его подчиненные. Эмоционально подчиненные. Если даже не прямая иерархия на работе. Они все такие душки-няшки. И они готовы помогать такому творческому человеку. Мамонта приносить. Просто потому что он проявляет любовь. Они его любят. Это знаете, как говорится. Мне не нужен твой подарок. Мне нужно твое внимание. Вот таким вниманием, обаянием этот человек может обладать. Но вот в плане девиации, если рассматривать, если рядом негативные карты. Или вообще задавать вопрос, что не так в отношениях. Что не так вообще в жизни. Это утеря контроля. Потому что кто понял жизнь, тот никуда не спешит. Будет не вовремя, будет медленно. Такие, скажем так, начальники в работе. Они позволяют быть всяким отгулом. Всяким отпуском дополнительным. Они, конечно, могут быть везунчики. Потому что раз и приплыл какой-то проект, а раз они там тендер выиграли. А раз они там ничего другого не сделали. Но зато сделали то, что людям удобно. Вот другим. И за счет этого они зацепили. За счет этого и выиграли. За счет этого и богору богоход. Этого короля. Так вот, продолжим про девиацию. Такой мужчина не будет зарабатывать. Он в отношениях может говорить. Я, пожалуйста, люблю тебя. Но так как мамонт не с меня, я любовь своими действиями не умею подкреплять. Вот так вот. И не подкреплю, и не жди от меня вот этого. То есть, вот смотрите, если рядом Пентакли и карты хорошие, благополучные, говорят о том, что ну тут человек богатый и везучий, и мы смотрим на благополучие, то карта отличная. Если смотрим на девиацию, что не так, то понимаете, да, что если вдруг там бизнес пойдет прахом, не будет денег, у человека нету сбережений. Если такие люди не собирают деньги, потому что они любят красиво одеваться, пить дорогое вино, быть в красивых местах, они такие гедонисты, любят наслаждаться жизнью. Такие люди не собирают, скажем так, на черный день, то не ждите, да, ничего. Если женщина запрашивает про своего мужчину, и мужчина выходит, король кубков, то лучше вам позаботиться о каких-то сбережениях. Если, конечно, они не оба, да, не в паре, не в партнерстве, король и королевы кубков. А то может быть и так, хотя королева кубков, она попрактичнее, наверное, будет, потому что все-таки женщина, все-таки семья. Это вот ее там какая-то экономика, которую она поддерживает. И она будет, может быть, и попрактичнее, чем мужчина, да, тоже любит наслаждаться жизнью. В целом карта хорошая, если вы запрашиваете на работу, работа будет. Будет мужчина такой начальник, который будет помогать, он все опоздания стерпит и простит. Карта говорит «да», карта говорит «да» творческим людям. Если к вам приходят клиенты, которые занимаются творчеством, они спрашивают, будет ли у нас работа, будут ли у нас проекты, скажут «да». Ну, они, может быть, не будут такими стремительными или быстрыми. Ветер дует с юга, с тепла, работа может отдавать наслаждение. Мало того, что она творческая, но, как говорится, если найти свою стезю, то ты не няней будешь работать, ты будешь заниматься творчеством и еще плюс за это тебе платят деньги. Карта хорошая в этом плане. И для работы, и для отношений. Ну вот, есть такой пунктик по поводу девиации. Мы переходим к королеве кубков. Давайте посмотрим на карту, чтобы оттуда черпать вдохновение. Мы видим, как женщина-королева несет кубок, и оттуда капает капли, и она пытается ее ухватить, и вот как бы в кубок обратно вернуть. Это называется не расплескать все, да, чтобы ни единой капли не ушло мимо. Эмоциональная карта, да, чтобы и лишних эмоций не выпало, и никто лишнего не воспользовался. Но, с другой стороны, и в себе человек очень много что может держать в этом плане. Человек сильного тоже эмоционального характера, эмоционального интеллекта, хороший психолог. Мы также видим на карте маяк. Это вот как луч света в темном царстве. Он ведет человека, да, может вывести из морских пучин. Когда, например, шторм, и вокруг все темно, а плохо, если еще шторм и ночью, маяки светили и спасали корабли, они указывали им путь, куда им двигаться и где гавань, чтобы пережить это все. Вот, скажем так, этот человек, вот эта женщина в основном, гавань проигрывается, да, отражает, показывает женщину. Или для мужчины показывает, что есть такая поддерживающая женщина. Она спешит на помощь королю утолить вот эту его жажду. С одной стороны, она может быть ему покорной, ей лишь бы он был доволен. Она готова выслушать и все стерпеть. Но если рядом король мечей, то он эту благодетель и доброту может воспринимать как слабость. Это такая несовместимость может оказаться. Да, люди могут ей пользоваться, этой женщиной, считая добродетель за слабость. Могут использовать эту женщину как вот жилетку для слез. Может быть, довольно часто такие люди в работе, да, им как психологу все рассказывают, высказывают. Даже если они не психологи на самом деле, но они такие помощники моральные. Моральная поддержка очень сильна у этих людей. И в ущерб какой-то своей основной работе. Эти женщины могут выслушать все чаянии и надежды. Довольно часто женщина такая вот, знаете, в идеализации чуть ли не святая. Поможет, поддержит. Деньги для нее особой роли не играют. Хотя она те-то тоже элегантно и экстремагантно, но это вот благодаря королю в основном. Если вот она действительно в идеале старается не расплескивать, то она себе тоже не забывает покупать дорогие вещи, хорошие, красивые. Но это в счет того, что лишь бы король был доволен. Она вот эти эмоции несет и не расплескивает. Она может не расстроиться, когда серьезный кризис. Она все это с принятием выдержит или даже, можно сказать, вытерпит. И за это люди, понимающие, если рядом действительно мужчина, понимающий, будет благодарен. Ну, бывают периоды, да. Муж, когда, например, зарплату не приносит, какой-то кризис в семье. Все ложится на нее, потому что она работает и как бы вот безропотно выносит и принимает эту жизнь и какие-то страдания. Что плохо, так это то, что вот она не расплескивает, и эти страдания в себе также может держать и терпеть. Это вот девиация такая. С одной стороны, не расплескай, да, у той ли жажду короля, а с другой стороны, если она все это в себе держит, то вот эти внутренние эмоции, они могут изнутри поглотить и может сработать психосоматика. И когда от нее ноги начнут вытирать, те люди, которые не ценят это. Эмоциональный интеллект есть в основном у таких людей, но так как тут может быть конфликт с мечами, а мечи, они очень умные, они прошаренные в плане планирования, они прокаченные мысли, образы. И тут без какого-либо ума прикладываются эмоции, эмоции, да, вообще не для мечей. То есть эти люди, они для кого-то могут быть удобны, а для кого-то нет. В идеале, кроме эмоционального интеллекта, еще бы нужен такой интеллект, грамотное взвешивание и планирование для данной персоны, для королевы. Не хватает какого-то такого момента. С другой стороны, если удача идет, чувствуется самоотверженность, Вселенная всегда таким людям возвращает. Потому что это женщина, которая может, например, заниматься благотворительностью. И Вселенная обязательно вернет этой женщине любыми другими путями, она будет счастлива. Поэтому я вначале сказала о некой святости, о какой-то идеализации, что она может заниматься помощью, благотворительностью, все стерпит, смолчит. Ну, прям замечательная женщина. А в плане сексуальных отношений, ввиду того, что она такая вся, больше думает о благотворительности и угождает всем другим, не очень хорошая карта. В плане отношений хорошая карта, сама по себе, да, но отношения могут быть таким, больше эмоциональными, поддерживающими. Ну, секс по благотворительности, так сказать, да, или пожалеет она кого-то. Рядом вокруг куча вампиров, которые пользуются, да, и ее полные чаши любви, которые пользуются какой-то ее добротой. И к тому же король у нас, он тоже не особо такой, да, сексуальный. Больше дифирамбов, и там, наверное, кто-нибудь заснет уже на третьей минуте его стихов, и к делу так и не дойдет. Вот у женщины в некотором роде тоже такое состояние, что, ах, все хорошо, красиво, в восхищении, ну, дальше все, да, особо не интересует. Или секс такой может быть добрый и нежный, особенно если рядом стоит король. В работе может быть альтруизм, то есть человек идет на какую-то самоотверженность в работе. Хотя это хорошая карта в плане того, что если вы в работу вкладываетесь таким образом, то вселенная так или иначе вам чем-то вернет. Но совет даст. Совет даст, да, свои эмоции зазря не тратьте, не расплескайте. Ну, в ответ ничего не просите, если вы что-то сделали для работы, для отношений. Все вернет вселенная, не ждите в ответ. Специально не работает, вот типа вы хорошее сделали и сидим ждем, когда же нам вселенная вернет. Вот, скажем так, карта об этом. Карта бескорыстной помощи, поддержки. Карта может, кстати говоря, указывать на лекарей. Если есть рядом вампиры и негативные воздействия, карта может указывать на то, что нужна отливка. По умеренности, по звезде, где у нас там ангелы, где у нас идет вода. Мы там уже говорили про водолеечков таких. Вот эти карты и королева кубков может указывать на то, что нужна отливка, нужна очистка человеку. Посещение святых мест или целителю. Или вот какие есть, например, способности у человека. Ну, вот, скажем так, такой вид целительства может быть. Потому что у него кубок, кубок воды. У короля все-таки вино, и тут девиация такая, что король-то может и прибухивать. А вот тут вот женщина такая вся самоотверженная, и она короля всегда спасает и вот как бы отпаивает его. Карта благоприятная, ну, знаете, да, вся такая нежная, и в девиации наоборот. Когда слишком много нежности, может быть, стоит подсобраться, чтобы пойти в какой-то поход. Рыцарь кубков. Давайте посмотрим, что мы видим на карте. Я бы назвала его все-таки жителем вод, нежели наземного королевства. Но так как вот он скучает, да, по земле, его тянет на сушу, он все-таки выныривает. Но вот как крапотшельник, да, как рак он мне вот. Рак и напоминает. Он вылез, и он в панцире. Вот под защитой. Это нам о многом говорит о том, что свои эмоции, да, какие-то истины, он может быть прятать, а может быть он выскажет очень близким людям, и просто в его скрытых эмоциях можно утонуть. Этот человек умеет выстраивать границы, потому что он, видите, в таком панцире под защитой, а это значит, что в глубине души он слишком раним и слишком эмоционален. Для света Луны он жить не может, Луна на него влияет, он больше такой морской житель. И он может быть таким скользким типом. Это может проявляться как в девиации, так и нет. Потому что никакой конкретики, возможно, от этого человека, партнера, партнерсера не добьется. Человек, который может увиливать. Человек, который, как только коснется серьезных дел, может скрыться за горизонт куда-то. Это такой скользкий тип, который может увиливать от серьезных отношений или от серьезных разговоров. Довольно часто по карте, по раскладу выходит, что недолгие отношения у людей в моих раскладах так проигрывалось, что какой-то период или человек что-то скрывает у себя в душе. Надо уже потом смотреть, копать, что скрывает, о чем речь, где девиация, какое скрытничество. Потому что общую девиацию скрытности показывает, а вот какое именно, можно еще посмотреть. Может быть, он там третьего лишнего скрывает, надо посмотреть, или о чем речь. О чем его внутренние разговоры. Или боится ответственности. Почему он избегает, почему его это так ранит. Почему там какие-то внутренние комплексы и травмы. И они настолько ранимы, что человек не будет раскрываться. Он скажет только то, что нужно сказать, но лишнего про себя не раскроет. Такие люди, скажем так, идеальные коучи, психологи, может быть, даже шпионы. Потому что вот так выстраивать границы свои, и вроде как человек такой открытый, кажется позитивным, кажется он таким весь эмоциональным, но лишнего не скажет. Он раскроет только те эмоции, которые люди захотят видеть. Это хорошие переговорщики. Но если рядом всякие отшельники молчаливые, то тут человек в себе закроется, не будет говорить. Тогда уже надо смотреть, да, там какие-то психологические проблемы этого человека. У девиации, конечно, такой персонаж может раскрыться. И тут он всю свою боль, все свои страдания выльет просто на того человека, да, кто рядом. И можно в этом захлебнуться. Девиация может таким образом проявляться, что у него прям, ну, эмоциональная тошнильня, что ли, его страданиями. Потому что он ни перед кем не раскрывается. А тут он раскрылся, и там столько боли может быть. И как бы человек плавает в этой боли. Внутри варится в своей погруженности. Как бы изнутри он варится, и сам себя переваривает. И начинает его уже прям тошнить этими эмоциями. И он все изливает. Живет довольно часто в своих внутренних мучениях и страданиях. А правильно ли я сделала? Неправильно. Туда ли иду? Не туда. Вечные муки выбора. Поэтому он такой мученик, и чтобы мучеником не быть, вот, ну, по крайней мере, не выглядеть. Хочет выглядеть, что он нормальный. А так как избегает споров, избегает серьезных разговоров, это не может выглядеть нормально. В плане работы карта неплохая, потому что все-таки связана с психологией, с расстановкой границ каких-то. Раз, и удача какая-то приплывает, и за работу можно ухватиться, как бы, и про нее молчать, и работать. То есть для работы карта в среднем хорошая. Да, неплохо, раз, там что-то приплыло, поймали, ага, в Раквину раз, так и запрятали. Ну, какие-то такие проекты, да, бывают. Может быть, даже тоже разовые, как отношения, ну, или недолгие. Или работа, ну, поработали, потом тут страдания идут, ушли на другую. Или карта может указывать на то, что, ну, скоро-скоро, вот из-за таких страданий, которые вы в себе скрываете, вы уйдете с этой работы. Особенно если дальше идет развитие туда. Или так и будете страдать. То есть, смотрим на развитие, если нету завершающих арканов башни, смерти, арканов скандалов или арканов апогея, это в основном пятерки, десятки у жезлов, у мечей и такие, как Страшный суд, да, завершающие арканы, которые переваливают за точку невозврата, но по этой карте можно сказать, что будет другая работа, это работа, временные явления. В плане отношений, кстати говоря, может проявляться как девиация, человек может вести себя как ребенок, как бы расстраиваться, да, в отношениях, особенно у меня вот была, бывало проигрывалось, клиенты говорили о том, что даже во время секса кто-то там всплакнул, да, то есть такие эмоции идут. Такому человеку нужно утешение, нужна жилетка, когда вот эта девиация вся раскрывается, когда мы вот панцер вскрыли, и там такое, что, может быть, лучше бы не вскрывали. Иногда может быть опасно иметь дело с таким человеком, потому что он может быть еще и тонким манипулятором, потому что то, что лишнего, он не скажет. Может быть, там наговорит чего-то, но то, что нужного, не скажет, то, что нужно, не скажет. Поэтому отношения могут быть недолгими по этому аркану. Или эта карта указывает на какие-то проблемы в отношениях. Если рядом карты благоприятные, то все эти проблемы, ну, они живутся там, да, они раскроются. Если солнце перекрывает этот аркан, то все будет хорошо. А если уход в отшеленькие, в завершающие карты, то там все отношения точно завершатся. Человек не возьмет ответственность на себя, опять куда-то вглубь себя, еще глубже уплывет, еще одну броню наденет, и все, поминай, как знали. Итак, мы переходим к пажу кубков. Давайте посмотрим на эту карту, что мы видим. Мы видим человека, он вот одет в костюм рыбы, но и сам как бы тоже отчасти рыбы. Вот в книге, конечно, написано, что он приехал там на ките, какого-то своего острова, и вдруг вот он несет кубок, и из кубка выныривает рыбка. Вот он тут ее щекотит. Давайте посмотрим, как нам это откликается, чтобы мы на аркана опирались при последующем толковании. Во-первых, они друг на друга смотрят. Во-вторых, мы видим маску, да, вот такую, он вроде человек, но рыбы прикидывается. А рыбы, они такие скользкие тоже могут быть, как рыцарь, кстати говоря, тоже изворачиваться или подстраиваться, потому что человек может надевать маску, может надевать маску в отношениях. У меня проигрывалось как человек, который вот подстраивается под всех, или он ведомый, потому что он несет кубок с этой рыбкой, и вот как бы куда рыбка ведет, где хорошо ему, туда он и пойдет. Показывает на того человека, который карьера добивается с помощью, ну, скажем так, подлизывания, что ли, да, подмазывания, потому что он приятен, этот человек может добиться покровительства. Человек может быть из тех сфер, где, например, обслуга, обслуживающий персонал, как бы вот, зная все тайные секреты, ему доверяют, потому что он старается угодить. В раскладах может показывать на дамского угольника, но с учетом того, что он ведомый. Для женщин в раскладе это хорошо, если женщина у вас запрашивает что-то в отношениях, вы можете это использовать. То есть мужчина будет подстраиваться под женщину, будет подстраиваться под то, кем партнерша хочет его видеть. Но, опять же, да, вот кубки, они вообще из-за сферы эмоций не готовы впахивать, работать, трудиться, вообще не про них. Это тоже такой человек, как и рыцарь, как и король, да, мы говорили, не о труде. Рыцарь может быть альфонсом, вот паш тоже может оказаться в девиации альфонсом, да, чем-то пользоваться. Тут отражается идея Карла Густава Юнга о синхронизации или синхроничности процессов. Так как Патрик Валярс увлекался Юнгом, он очень много взял из психологии и зашил в эту колонну. Смотрите, что происходит. Во-первых, это эмоциональное зеркалирование. Первая идея о том, что подобное притягивается подобным. А вторая идея о том, что вы, например, о чем-то с утра подумали. Например, а бывает ли красный Порш? А я его там в городе не видел. И вы ходите, и смотрите, и вам тут же начинают встречаться или красные машины. И раз, и среди них может быть красный Порш. То есть это вот таким образом откликается. А не узнать ли мне, что там происходит, да, как там дела у такого-то друга. Вы заходите в автобус и видите или этого друга, или видите общего друга, который про этого друга, о котором вы с утра думали, рассказывает. Это такое притяжение, да, мыслями. О ведомости это также говорит. О том, что вот наши мысли нас ведут, или мы о чем подумаем, туда вот и пойдем. А так как наши мысли, они отдельно без эмоций не сильны, сильно только вот это бытие, состояние, то и наши мысли, вот мы как бы по наитию, по такому чувственному, творческому, интуитивному видению как бы идем вот по этому пажу. То есть мы сами можем ощутить на этом аркане, что происходит, как нам откликается, как мы идем, или как человек ведомый. Поэтому смотрите, как, да, в отношениях, что человек может быть ведомый, может быть подстраивается. Сыкси тоже может, кстати говоря, подстраиваться, да, и хочешь я буду, кем ты захочешь. Будет все, как ты захочешь, будет мир у ног твоих, только будь моей золотой рыбкой. Или ты будешь китом, который меня там будет возить. Будут ночи в ней короче, только так, как хочешь ты, но вот работать это тоже не про него. Для работы, кстати говоря, карта неплохая, но в сфере такого расположения себе обслуживающий персонал, который может договориться, уговорить. Некоторые люди ходят к одному парикмахеру, с ним можно, потому что поболтать, он поймет, он поддержит. Кто-то ноготочки хорошо пилит. Ну, такой обслуживающий персонал еще там в гостиницах, да, там в дорогих крутых гостиницах, куда заселяются суперзвезды. И вот тут на глаза явился вот такой паш и завоевал доверие и получил благосклонность, скажем так, звезды. Вот таким образом, да, бывает, выбиваются люди. Бывает же такое. Вот таким доверием и расположением человек может из грязи в князе выйти. То есть он работать будет, но, скорее всего, тут над собой, чтобы понравиться. Нежели он будет к какому-то физическому труду прибегать. Ну, так как кубки – это вообще не о физическом труде, все через эмоции. Есть, конечно, свои недостатки. Нету четкости, твердости. Не хватает немного гармонии от мечей. Не хватает, вот как раз этой четкости, не хватает немножечко жизнерадостности какой-то. Потому что это такая ведомость, лоббильность, все такое волнистое, мягкое, плавающее, неуверенное, не стоящее крепко на ногах. Могут, кстати говоря, по этой карте отыгрываться интриги. Потому что тут они с рыбкой перешептываются. Особенно если рядом третьи лишние лица, то значит, например, мужчина с любовницей жену обсуждают. К примеру. Может вот так проигрываться, по крайней мере, в моих раскладах. Или, например, его увели, надо смотреть тоже, третий лишний, как бы ему там наговорили. И он пошел туда, где хорошо, да, где, скажем так, его привечают. Или он вот пожаловался, да, вот этот человек может пожаловаться. Если рыцарь это тот человек, который не скажет о своих проблемах, он весь такой в панцире, то этот запросто пожалуется, будет приходить к любовнице и говорить, ну, жена у меня не такая. И вот жена как там, да, как любовница, как рыбка, которую увела, вот он ведомый, золотая рыбка, больше она там его желания исполняет, она слушает, всю ту лапшу, которая там есть, поддерживает. И таким образом мы смотрим, куда ведет, да. Мы же помним о том, что мы смотрим на расположение и поворотность карт. Куда ведет, туда и идет. И если на третьих лишних лиц смотреть, на измены, то можно посмотреть, откуда, куда он ходит. Любовница ли домой. А то может такая ситуация выйти, что с любовницей он обсуждает, жалуется, но жену не бросит. Вот, карт развала нет. То есть посплетничать ходит, да, пожалится, чтобы вы пожалели, поддержали, но домой все равно приходит. Некому же, да, пожаловаться, посплетничать таким образом. Для работы карта неплохая, но для отношений вот так бывает. Вот он у нас туз кубков. Давайте посмотрим на эту карту, что она нам говорит. И что мы здесь на ней видим. Видим женщину, и в руках у нее кубок, и он наполняется, скажем так, лунным светом, лунным сиянием, любви и наслаждением. Мы давайте посмотрим на саму героиню. У нее тут татуировка на плече, красный месяц. Может быть, не особо видно, но это только вот в книге написано, это только в книге можно прочитать о том, что там на кубке гравировка смерти королевы, четыре луна ликих мужчины целуют. Вот кубок и татуировка тут связаны. Они связаны тем, что любовь после смерти не заканчивается. Она может быть такой фаталистичной. Это вот знак одного и того же, что любовь приходит с луной и наполняется, да, конфетно-букетный период, я так называю. Какие подсказки еще физические с этой карты даются нам для толкования раскладов? Вот жерелье, которое у нее есть, оно так душит, я бы сказала. И косы, которые у нее есть, они такие как будто тугие, так вот туго сплетены. Тот, кто косы плел, женщины точно знают, да, в детстве косички носили, нам делали так косички, что аж у нас вот тут виски вот так вот натягивались, то есть это вот такая тугая узда. Это, кстати говоря, может проявляться в девиации, когда один слишком сильно любит, а другой нет или безразличен. И любовь одного вот душит другого человека, просто не дает прохода и покоя. Это прям такая, да, слишком затянутые узлы этой любви. Или такая переплетенная карма еще может быть. Для чего люди пришли друг для друга, для любви они пришли. Если дальше кубков нету развития отношений, то эта любовь тоже может быстро кончиться. Да, карма есть в любви. На некоторый период люди высоединились для любви, но дальше может никуда не пойти. Но если весь расклад хороший, благоприятный, то это хорошее переплетение судьбы, хотя удушающий момент не исключен. Кстати говоря, эта карта может показывать на начало отношений, на конфетно-букетный период, скажем так, сны мечтания. Люди могут быть поглощены объектом своей любви, могут лежать мечтать. Но вот секса нет практически в этом периоде, потому что это прям вот пока начало отношений, начало наполненности. Я бы сказала так еще, могут закрывать глаза на недостатки партнера, партнерши в отношениях. Потому что тут есть соединенность со смертью, смерть незаканчивающаяся, перерождение, любовь незаканчивающаяся никогда, которая ведет куда-то туда, вниз, под землю. Вот она такой фаталистичностью что ли отдает, и поэтому объект любви может быть неадекватно оценен. Потому что любовь, да, такая, скажем, тоже психическая болезнь, вот эта вот влюбленность, есть какая-то в этом неадекватность, она через луну проявляется через девиацию. Что человек не замечает, что он душит своей любовью, или он недостатков не замечает. Может быть, один душит, а другой не замечает, тоже так проигрывается. Но в целом карта хорошая, в целом для любви она шикарная, все, начало, все, хорошо, но советы есть, да. Давайте там, если что, посмотрите друг на друга повнимательнее, любовь у вас хорошая, конфетно-букетный период хороший. Ну, может быть, даже и секса не будет по этой карте, когда влюбленности много, но если он есть, то он очень гармоничный. В плане работы. Работа просто хорошая, по душе, человек занимается тем, что надо, тем, что нравится, и еще за одно деньги. Если человек спрашивает, клиент у вас спрашивает, найду ли работу по этому аркану, да, найдете вот то, что надо. Она всегда говорит, эта карта, да, эмоционально, да. Может быть, платить будут немного, как вот, да, если рядом нет пентаклей, но работа будет. Если рядом еще и пентакли хорошие, то и высокая должность может быть, рядом там всякие императоры стоят, арканы высшего порядка стоят, то и работа будет хорошей, по душе. Или, знаете, такая бывает семейная, да, как в семье кто-то работает, ходит тоже туда, все благоприятно, все умеренно, наполняет энергией. Тоже, кстати говоря, показывает довольно часто на творческие союзы, что в отношениях, что в работе. Творческий союз работодателя или коллектива, так и на этом творческом подъеме что-то такое интересное и красивое всегда создается. Итак, двойка кубков. Вообще, вот этот аркан называется «Девушка и смерть». Смерть тут облачилась в красный камзо, подходит к девушке. Смерть здесь вроде как играет такую добрую роль за белых, а девушка за черных. Как вот в книге описано, что как бы белые наступают, черные подчиняются. Тоже шахматная доска, тоже намек на то, что любовь игра, вообще жизнь играем мы, все в ней актеры. Вместо обручального кольца ноги обвиваются камзолом, с камзололентой от смерти. Вообще, такой интересный аркан, я бы сказала, потому что есть какая-то такая смертельная любовность. Вот эта вот «Девушка и смерть», любовь до смерти влюблен так, что прям вот, Маш, много крови, много сил потерял. Кстати говоря, вот тут под девушкой мы видим ложу крови, намек на потерю невинности. Она прикрывает рукой живот, и мы понимаем, что она сдается, в лечении чувствует, но и в то же время опасность чувствует. Кстати говоря, живот, он такой, да, немного беременный. Конечно, может, да, указывать или подсказывать на трудно протекающие роды, или угрозу выкидыша, или проблемы в моче-половой сфере на здоровье. Но это, знаете, как подтверждение. Вот если есть рядом такие карты, потому что так по себе карта вроде как благоприятная, но может быть довольно сумасбродной. Потому что любовь до гроба, любовь до смерти. Это вот как фатальная какая-то любовь к мастеру Маргариты, например. Или у Шекспира, Ромео и Джульетта, где они там все умерли. Вот такая любовь была, такая любовь, что вот аж прям жить невозможно. Вот такая игра со смертью. У смерти очень сильное влияние, это вот влияние страха, страха смерти. Неосознанный страх, который присутствует в людях, особенно у влюбленных, это страх потерять свою половинку, своего возлюбленного или возлюбленную. Это такие, знаете, неосознанные порывы. Почему так человек себя ведет? Оказывается, это такая психическая сила, трансформированная энергия страха смерти. И психическая сила преобразуется вот в это состояние страха потери родного человека. И такую созависимость тоже сильную может создать. Вот эта лента, это тоже для меня, по крайней мере, символ созависимости в этой игре. Оно так проигрывается. Что или мы вместе, или мы никто не живем, или мы умрем. Ревность тоже, кстати говоря, может по этой карте показывать. Если рядом есть какие-нибудь агрессирующие моменты, скандалы, что ага, ревность, она же не просто так. Вот из-за этого неосознанного страха потери своего возлюбленного или возлюбленной. Для отношений вот так вот бывает. Но довольно часто проигрывается как, да, любовники, да, любовь есть, да, влечение есть, да, заносит, да, с кем не бывает. В основном проигрывается вот таким образом. Может быть, да, зависимость какая-то от человека уже появилась. Больше, да, вот такая и любовь, и зависимость, и там, тут уже они как бы, ну, связаны. И человек чувствует какую-то опасность, боится потерять, но это тоже нормально, когда люди влюбляются и не могут друг другом надышаться. Ну, в пределах такого, да, состояния, в пределах нормы, это прям, знаете, надо смотреть. Если есть сильная девиация или что-то ненормальное, и клиент к вам пришел с запросом, что не так, то вот эта карта в девиации покажет, что проблемы вот отсюда растут. Что вы прям, или мы живем вместе, или никто из нас не живет. И решать надо это уже, тоже смотрите на на складе. Для работы карта хорошая, карта партнерских отношений. Взаимосвязь есть, взаимосвязь эмоциональная. Да, ты мне, я тебе, но довольно часто может в двойке кубков указывать, что кто-то один как бы больше напирает что-ли в партнерстве, в работе. Может быть, партнерские фирмы, договора такие, ну, больше эмоциональные, эмоционально они проживаются, нежели все официально. Еще надо смотреть тоже, с каким запросом к вам пришли клиенты. Если они пришли с запросом, так, вот что с этим договором, ну, партнерство будет тогда поаккуратнее с эмоциями. Не заноситесь. Пусть вас не заносит на поворотах из-за эмоций. Еще такой намек, момента моря, помните о смерти, помните о том, что мы не вечны, вот мы так или иначе любим мы, изображаем мы себя, играем в эту игру, но мы всегда помним о смерти. Тоже намек такой, что помните, что жизнь конечна, помните, что вы играете, и с чем вы играете, и с кем вы играете. Насколько, да, вот надо там над собой работать, себя осаждать, чтобы не было какой-то созависимости, а была искренняя любовь. Совет тоже по этой карте есть в этом плане. Ну, и в работе тоже, как бы не перегибая палку в эмоциях, помните, да, что свое здоровье себе важнее и дороже. Иногда у меня в раскладах выходило, что с этой карты, что человек, например, работает, но здоровье не вернешь себе. Как бы он проработал год, а потом все те деньги, которые за год человек заработал, он впустил в это здоровье. То есть он мог не гробиться, сидеть себе где-то там, медитировать и не париться. И карта такая показывает, так вот тут создаем какую-то медитацию, создаем расслабление, перестаем париться, иначе будет хуже. Моменты моря об этом подсказывают. Нам, клиенту подсказывают, вы можете подсказать, напрямую сказать. Ну вот смотрите, да, вот есть такие-то моменты, такие-то выводы можно сделать. Но в целом карта хорошая, для работы хорошая, для отношений, в целом хорошая. По поводу девиации хотелось бы сказать, если есть проблемы, и клиент запрашивает, что, да, какие опасности подстерегают, какая еще может быть девиация, ревность может привести к каким-то летальным исходам, потому что опять же смерть, из-за, ну, какие-то скандалы будут быть из-за ревности. Девиация такая, да, вот я говорила о том, что или живем, или умрем, она на это намекает. Или кто-то прямо из-за любви убивается, вот таким образом. Итак, тройка кубков. Как всегда смотрим на карту, чтобы оттуда брать подсказки. И стратегии в поведении, в отношении людей. Давайте посмотрим, что мы видим. Во-первых, картина довольно странная. Мне вот она всегда оказалась странной. Рыба тут поглощает троих людей. Ну, вот в книге написано, что один из них – это слами индейский, который, ну, кстати говоря, тоже религиозное лицо у них в Индии, и католический священник, и проститутка. Конечно, карта намекает на то, что здесь нет праведности. Они нечистые на руку, потому что они тусят с проституткой. И пока они там загулялись, пришел прилив и их поглощает. Не совсем адекватное поведение этой женщины, которая льет в себя воду на голову, потому что понятно, что там все пьют, а она почему-то на голову льет. Но она здесь самая невинная, как оказывается, потому что нечистые на руку люди, которые прикрываются какой-то своей святостью, оказываются в окружении проституток. Нечистые на руку люди вообще могут показывать на это, на грех показывать может. Так как тут их трое, иногда эта карта подсказывает, что да, что есть третий лишний, или проблема из-за третьего лишнего. Может произойти измена на фоне попойки. Вот так у меня отыгрывалась эта карта. Была ли измена, и там идут, да, третий лишний, и тут намек на попойку. И была измена. Или человек, когда был в опьянении, говорил одно, протрезвел, уже и не помнил, а по трезвости говорит другое. Отношения, конечно, сложно строить по этой карте. На католическом священнике мы, кстати говоря, видим там зубы золотой, сережки. То есть он себе набрал богатство. В плане каких-то результатов у человека они есть. Тут идет попрание духовного образа жизни. И рыба, которая готова поглотить их, это вот сюжет Иона, которого бросили за борт, и он три дня был в животе у кита. А Никит проглотил. Как бы вот неправедность всю эту рыбу и поглощает. Как бы вот эта рыба на дуно их утягивает. И проститутка, которая чищит их даже оказывается, она на себя выливает воду в знак очищения, в знак принятия. Когда крестят водой, да, там обливают или окунают. Вот она, скажем так, водой окрестилась, и рука у нее, клешня, как бы адаптируется под эту обстановку. Зато она честная, да, она не скрывается. Говорит честно, что ей надо. В отличие вот с вами, которые в маске. Она не носит костюмов, как католические священия. У Иеронима Босха тоже есть сюжет, который изоблачает неправедное поведение церковных служителей. И это такой сюжет из мировой литературы, из мировой культуры, взятый про рыбу, что оно должно быть поглощено водой и уйти, и сгинуть. Это нехорошо, это нельзя. По работе карта отыгрывается, как или человек в отпуске, или пора в отпуск, или если будет такое попустительское отношение к работе, то денег не жди. Ну а в целом это карта вечеринок, карта расслабленного образа жизни, карта чрезмерного употребления спиртных напитков, карта безответственных людей. Иногда в моих раскладах она еще проигрывалась, как человек засасывает вот с кем-то, с тремя, да, и в этом лицемерии, лицемерная игра жизни, иногда людям приходится жить вместе, даже если они этого не хотят, и несовместимы. Вот так карта иногда проигрывалась. То есть есть такой момент, что тут же несовместимые люди, да, представители духовенства и проститутка, есть несовместимость в паре, в отношениях. Так-то человек может быть душой компании, но чрезмерно перегибать палку. Вот в крайней девиации показывает четверка кубков. Давайте посмотрим, что мы тут видим. Женщина в замке скучает. Четверка кубков вообще всегда такой, да, аркан. Пресыщенности, все скучно. Мы тут видим, что развлечений нету, и ради развлечения она скидывает кубок. Золотой, в море. А на заднем плане корабли-то есть. Да, в принципе, выходи в свет, в море. Уезжай оттуда. Карта дает подсказку. Так, хватит сидеть на попе унывать. Давай вперед. Поплыли вон туда, замоляя за горизонт. Тут Патрик Валенца зашил такой смысл, что тут женщина находится в каком-то подчиненном состоянии, как будто она не может уйти из этого замка. Она какие-то патриархальные устои намекает. Надо смотреть в отношениях, в раскладе. Но у меня бывало, что так проигрывалось, что человек может уйти, но бросить жалко. Как бы выгоды от этой наднятины больше, нежели возможностей, которые он видит перед собой в дальнейшем. Для бизнеса также может проигрываться, как вот чемодан без ручки, набитый деньгами. Его не бросишь, а нести неудобно. Или работа может быть такая, что вроде как она есть, но скучно, развития нет. Поэтому на бизнес, если на работу выходит такая карта, карта больше говорит, так, хватит сидеть, ищем новые возможности. Или что-то в работе улучшаем, или меняем ее. Но в основном, так как это вот тот момент, что замок богатый, зачем выходить из дома зачем-то, когда все есть в замке. То есть все есть, ресурсы есть. Еще эти ресурсы говорят о том, что давайте не жадничаем, запускаем что-то. Пирушку, веселушку. Но, скорее всего, нет. Все-таки это ресурсы из уныния надо преобразовать в какое-то развитие эмоциональное, интеллектуальное. Намек на такое развитие есть, потому что замок богатый, чемодан деньгами набит, а ручки нет. Ну, хотим нести, но давайте тогда. Иногда, конечно, да, по этой карте человек может тратить много денег, лишь бы почувствовать себя счастливым. Такой Брюс Уэйн, который несчастен, зачем жить, да, и находит себе занятие по справедливости, изображает себя таким справедливым. Человек может бросать деньги налево и направо, чтобы его все любили. Он такой весь меценат. Ну, тоже намек на открытую жизнь Брюса Уэйна. Он так же себя вел. Такой он Бэтмен скрытый. А так как бы вот ему скучно было жить. Из замка никуда не выйдешь. И приходилось лицемерить тоже. Изображать одно, жить другой жизнью. Как бы вот тот человек в этом замке, как в склепе, имея все, не может выйти. Как бы сам себе не принадлежит. Принцессы, которые богатые, но не могут любить, кого хотят. И принцы так же. Намек на вот такую созависимую ситуацию, из которой надо найти выход, а решается он одним способом. Первое, не унываем. Второе, берем и делаем, выходим вообще из сферы эмоций, в сферу деятельности. Тогда мы эту энергию сможем преобразовать. Потому что так-то по этой карте дороги открыты. Но тут надо лишь рискнуть. Надо выйти из апатии. Конечно, если рядом негативные карты, там отшельник, девятка, десятка мечей, девятка жезлов, или они все вместе, или рядом смерть, тоже, кстати говоря, показывает апатичное состояние. Такое, да? Девиантно-самоубийственное. Потому что тут девушка смотрит, как кубок падает, и как бы вот у него могут быть такие мысли, а не нырнуть ли мне за этим кубком? Само выпилится. То есть, если рядом есть вот такие негативные карты, то человеку нужна помощь, поддержка, даже, возможно, помощь специалиста. Потому что серьезная девиация может быть в данном случае. Но это не безвыходная ситуация. Вообще безвыходных ситуаций, как говорится, не бывает. Вопрос в том, как вам поддержать клиента и сказать ему, что это не конец. Вообще четверка кубков – это только начало, а развитие эмоций, эмоционального интеллекта, развитие кубков – только начало. Да, бывает трудно, да, это один из кризисов. Да, мы созависимы, да, мы не видим перспектив. Но если мы не будем унывать, мы их увидим. И корабль увидим. Достаточно посмотреть по сторонам. Смотрите, как проигрывается, разговаривайте со своим клиентом, и вы поймете все и по разговору, и по запросам. Вы почувствуете, какие запросы у человека. Чего он хочет, как он хочет. Или как он себя чувствует. Или можете как-то поддержать и направить. Потому что совет тут нужен однозначно по этой карте. Отношений, считай, нет. С одной стороны, если приходят к вам клиенты, спрашивают про начало отношений, ну так, не приглянулись вы, начало, так себе. Продолжения нету по этой карте. А если рядом в раскладе все стопорится, то точно нет. Иногда бывает застой, показывает по этой карте. Скучно, нудно, ты такая же, как и остальные. А если отношения пары довольно долгие, то он может показывать рутину в отношениях. Как бы вот мы живем, вот она наша созависимость, развестись не можем, все надоело, мы продолжаем дальше жить, и никто никуда не убитает. Это один из кризисов, который стоит, пожалуй, пережить в паре, в отношениях. Ну и кризис работы тоже надо пережить. Подумать, куда и как трансформировать. Из чемодана немножечко денег надо достать. Пойти новый замок, в конце концов, построить. В благотворительность уйти. Потому что у вас все есть, а вы зазря умываете. Пяти орган кубков. Давайте смотрим, что у нас происходит. Какой сюжет на этой карте происходит. Мы тут видим, что это жена выбежала ругаться на пьющего мужа. Вообще, такая карта у меня проигрывалась, что муж пьет, а жена не успевает следить, когда он там успел выпить. Где-то он чекушку спрятал. Вообще, карта скандальная. Очень жесткие разборки. Тут муженек собрался погулять, даже, возможно, налево. Потому что три кубка прокинуты. Трое, которые ничего. Два кубка остались стоять, значит, сейчас будет разбираловка между ними двумя. Это самый накал страстей, истерики. Надо смотреть, конечно, тот, кто в какой руле, кто в какой позиции. Довольно часто проигрывается, проигрывается, что женщина свои претензии высказывает мужчине. Если до этого в раскладе были проблемы, то можно посмотреть, из-за чего. Тут женщина-кухарка, а вот мужчина здесь авокат красиво одет, собрался гулять. То есть она работает, он пирует, он зарабатывает, там еще деньги пропивает. Но иногда проигрывалось, что мужчина грубый кричит на женщину. Иногда проигрывалось, что женщина кричит, муж ее не хочет слушать и не слышит. Эмоционального интеллекта ноль. Он не хочет внимать и делать так, как она просит. Это не партнерство. Они же в одной лодке получаются, а один человек другого должен поддерживать. Или они вместе работают, но вместе гулять и отдыхать это не дело, это не для отношений. Как в тройке кубков это было, да, вместе они там гуляют, пьют где-то в компаниях, развлекается пара, но такие компании ни к чему хорошему тоже не приводят. А здесь он один хочет развлекаться. Иногда и так карта проигрывалась. То есть я смотрю, кто с левой стороны, кто с правой, кто как себя ведет, ну, в раскладе или в триплите, смотрю. Смотрю, как ведет себя мужчина. Кладем, смотрим, ага. Все-таки это про мужчину, что тут не слышат друг друга, что есть агрессия, что кричит. Иногда расклады так строятся, они там девять карт. Если вверху мужчина, снизу женщина, то это мужчина на женщину кричит. Можно выкладывать дополнительные карты, кто на кого кричит или кто кого не слышит, кто кого обвиняет. А еще эта карта у меня проигрывалась как не только претензии, а как бы вот мужчина-женщина обвиняет в какой-то своей несостоятельности. Да я не заработал, потому что с тобой жил. Или она такая, это я тебе там свои лучшие годы жизни отдала. Также карта может проигрываться, как вот человек не хочет решать проблему, не хочет слышать их, затыкать туши. У нас был уже, да, один такой изворотливый аркан, который избегает трудностей, избегает разговоров. Это у нас, пажей рыцарей, серьезных. Но там такого накала страстей и истерик нету, хотя в девиации они присутствуют, но здесь без девиации. Напрямую вся карта говорит о девиации, о неосознанном. Лица всех людей темные, их подсознание выворачивает, выковыривает, выколупывает наружу все негативные признаки этой девиации, скандалы, не хочу слушать, ругань на повышенных тонах, истерия, выяснение отношений, выяснение, кто прав, кто виноват. Тут мы прямо видим, она ему кричит, это ты виноват, у нас денег нет, ты пьешь. Или он может кричать, что ты там гуляешь, а я тут все ради семьи. Вот таким образом надо смотреть. Если по отношениям карта вот так проигрывается, на работе, давайте посмотрим, для работы мы сразу понимаем, что или начальник кто-то любит поорать всех у волю, а подчиненные такие, да знаем, мы даже слушать не хотим, но после такого начальника, который всегда орет, вряд ли они услышат, что что-то надо конструктивное делать. Из его уст это больше не прозвучит конструктивно. Вообще, конечно, совет по такой карте уходить из этого конфликта, если этот конфликт не исчерпывается ничем, то и с работы. И по такой карте уходить из отношений. Опять же, если рядом ревность стоит, как мы смотрели, если в девиации двойка кубков есть этот скандал, то пора перестать играть со смертью. Карта на это намекает. Иногда она еще проигрывалась у меня как детско-родительские отношения. Кто-то мама, мужчина он явно меньше, он может проигрываться как инфантильный такой мужчина, который не берет ответственность, ему лишь бы гулять, играть в кубки, в машинки. И она тогда может выглядеть на такая большая, дорогая женщина, и его тем самым унижает, что ты никто. Ты до сих пор ничего не добился, ты маленький, у тебя должность маленькая, ты ничего не добился. Я тут работаю, пашу, может быть, женщина на грубой работе работает, а он на какой-то интеллектуальный, но не выводит и прибухивает. Вот так бывает, проигрывалось. В общем, интересные моменты по этой карте. И они, конечно, говорят о том, что надо разруливать этот конфликт. Если рядом карта хорошая, конфликт, вы будете услышаны, конфликт будет исчерпан. Если плохие, то карта дает совет, и не стоит дальше оставаться в этих отношениях. И к тому же еще есть детско-родительский аспект, иногда молодой человек живет за счет мамочки. Вот если смотрят там на сына, на ребенка, то скандал из-за того, что мама говорит ему, что как делать. Женщина говорит, что как делать. Ты давай, иди там в фирму, иди повышение проси. И мама говорит, так, сынок, давай-ка сам, давай-ка все, сам ты живешь за мой счет. Так тоже проигрывается. Сепарация нужна, надо смотреть. Если рядом есть мечи, будь, сепарация. Сыночек оторвется. Из маленького мужчинки превратится в мужчину. И совет для мужчин по карте будет, так, ну все, пора вырасти, пора уже доказать, чего вы стоите. Жириальными действиями. Хватит, в кавычках, сиськи мять. Пора уже дела делать, не эмоционировать по этому поводу. И мама еще может вмешиваться по этой карте в отношении сына, или диктовать ему, что ему делать в отношениях, особенно с девушками. Особенно если рядом жрица. Вот это четко мама, четко там девушка не понравилась. Если еще есть рядом карты, которые намекают на то, что там есть негативное воздействие, иногда эта карта вплетается в отворот. Как бы мама ставит отворот той девушке, которая не нравится маме, но вот сын с ней встречается. Она считает ее шалашовкой. Карта побольше подсказывает, что ну тут мама влезла. Тоже намекает на этот момент. Тоже вот так у меня проигрывалась эта карта. Ну поэтому смотрите, вотайте на ус, вот такие вот стратегии она показывает. Шестерка, кубков. Давайте посмотрим на сюжет этого аркана. Увидим, как дети смотрят представление. Тут опять, как всегда, зло искушает добро. Опять по юнгу подобное притягивается к подобному. Люди видят себя в стратегиях на сцене и светлые тянутся к светлым, потому что им откликается поведение темное к темным. Так как это театр, представление, такая игра на показ. Как у меня проигрывается этот аркан? Так как это театр таких действий, соблазнов. Если это начало отношений, то люди узнают друг друга. Знаете, обычно пара знакомится, начинает знакомиться со своими друзьями, начинает следить партнер за партнершей в окружении друзей. Потом у друзей спрашивают, ну что, как она вам? Она может играть роль, вести себя на глазах у друзей одним способом, пока они друг друга узнают. Он не знает до конца, что у нее на уме. Она знакомится со своими друзьями, тут другой театр действий разворачивается, она тоже за ним следит, наблюдает и собирает общественное мнение. Он собирает о ней, она о нем, то есть белый к белому, темный к темным. Такая игра на показ, может быть, начало отношений, они начинают изображать из себя такую любовь на сцене, остальные смотрят, пальцем показывают. Отношения молодых людей, инфантильных людей, потому что это все-таки шестерки, детские карты, но я их считаю детскими, потому что после кризиса ну тут новое развитие какое-то начинается, новый ребенок может указывать, кстати говоря, кто спрашивает на беременность, через эту карту, так как тут дети, может указывать, так как есть дети на карте, дети в ментальных полях, возможно беременность скоро будет. Как карта проигрывается для работы? В принципе, работа есть, но может быть коллектив такой молодой, на показ перед начальником играют, кто круче выпендрился перед начальником, или больше обсуждают, или смотрят, как кто-то грызется, скажем так, на сцене, они пальцем тычут и тоже выбирают своих фаворитов, ставки делают, а как сейчас будет, а как вот так, а как тогда вот так, когда будем работать. И получается, что коллектив такой больше обсуждает, нежели работает. Но в принципе, в целом, так как это довольно частое явление, карта для работы не страшна. Да, обсуждают, да, да, вас обсуждают, да, вы на сцене находитесь, как бы вот, даже мы видим, тыкают пальцем, показывать могут на незрелость, на инфантильное поведение в отношениях. Опять же, у клиентов спрашиваете, какой период у вас отношений, что вы хотите, в отношениях кто-то хочет встретиться, кто-то уже встречается, а вот у нас там отношения муж с женой. Если выпадает этот аркан на мужа с женой, как проигрывается? Дети смотрят на этот концерт отношения маму, папу. Они разыгрывают драму и тоже, как бы, привлекают рефери на показ, да, какие-то такие драматичные особенности выставляют. Он такой, она такая и привлекает. Вот вы на моей стороне? Там, а вы на чьей стороне? А, и мужчина такой, а вы на моей стороне? Ага. И начинается, да, сбор команды. Мы за черных, мы за белых. Так как жизнь не грамму сериала. У нее актеры, тут как бы игра в игре идет, пик драматизма такой показывается. Но это через инфантильность. Это опять же связано с ответственностью, опять же связано с неосознанным. Опять же связано с тем, что подобное притягивается к подобному. Я уже выше в видео говорила, что здесь вплетена концепция Карла Густава Юнга у Патрика Валенца. Он все вот это неосознанное вывалил. Как она проявляется в девиации, так как это все-таки скандалы драматичные на людях и, скажем так, такие, да, нескрытые, чувства скрытые, потому что люди в масках, люди играют. Игра в игре, сон во сне, иллюзия в иллюзии. По этой карте, кстати говоря, один из партнеров может уходить в игру, играть в компьютерные игры или вообще в какие-либо игрушки или ходить на какие-нибудь ролевые игры. Он вот в игру уходит от реальности, уходит от реальности. В сексе тоже, кстати говоря, может быть, ход от реальности. Люди пробуют ролевые игры в сексе. У Патрика Валянца написано еще о том, что в девиации может проявляться через педофилию, но у меня ни разу такого не проигрывалось, я такое не смотрю лично. Но вам, чтобы вы знали, потому что тут дети, девиация, да, какая-то здесь проявляется, инфантильность, человек, то есть, опускает себя на уровень ребенка и считает, что ему с ребенком, ребенок с ребенком, что типа, вот ничего страшного, хотя узнать, что нельзя, но эта игра неосознанная, игра в девиации. Итак, переходим к семерке кубков, давайте посмотрим, что на карте. На семерке кубков мы видим художника и сзади музу, который он рисует. Видим, кубки стоят, какие-то из них повалились, то есть, под влиянием алкоголя, тут он что-то рисует из подсознания, создает художник. Белая половина как бы отошла в сторону и вот полностью подсознание рисует. Мы видим, что художник рисует, и говорит, я так вижу. Хаосная тема такая, я так вижу, значит будет так. В сфере искусства тоже хорошая карта, что из подсознания что-то такое создается, необычное, что может быть сегодня будет непривычным, но завтра будет классикой, будет интересно, потому что это неосознанное начинает выкапывать такие глубинные моменты и на картинах другим людям это будет откликаться, они будут узнавать себя. Видим, что художник рисует натурщицу, и так как он вот ее тоже луналикую такую рисует, хотя мы на самом деле не видим натурщицу, мы видим, что она вот как бы держит ему холст, мольберт. Для отношений карта может быть хорошая в том плане, что он ей вдохновляется. Ну, гендерные роли могут поменяться местами, но вдохновение есть. Что плохо в этой карте, как у меня она проигрывалась, что женщина поддерживала творческие порывы мужчины, забыв про себя. Он как бы ей вдохновлялся, но взамен ничего не давал. То есть вот мольберт этот висит на ее руках. А какая она, мы не видим, она сама про себя забыла. Вот в девиации она вот так проявляется, потому что, ну, нехорошо, да, вот есть музыка, которые полностью себя отдают в няньке, таким вот личностям, которые создают. Фриде, коло такой был, она, вот он художник, она сначала готова была все себя ему отдать. Главное же, что он талант. Есть такие поддерживающие женщины, которые говорят, давай ты мужчина, ты все сможешь, ты, я подержу тебя, мольберт тебя подержу. А он вот ее видит такой, какая она вот является на самом деле, придумывает сам себе. Кстати, говорят, еще и проигрывается, как иллюзия в отношениях, что отношения есть, но они такие, да, мужчина ведет по-своему эти отношения, женщина по-своему, женщина, возможно, слишком много служит мужчине в этих отношениях, забывая про себя. Мужчина не обращает внимания, прибухивает. Иногда карта, конечно, показывает на то, что мужчина прибухивает или что-то, как он употребляет. Откликается она с тройкой кубков, с пятеркой кубков, пересекается, да, такой момент. Питье, праздненство, неосознанные моменты, которые на холст выливаются. Карта для творчества дает результаты, для отношений дает какие-то результаты. Отношения в начале, да, может какое-то в начале быть самоотверженное поведение ради партнера-партнерши. Отношения, если уже люди в браке, не очень хорошие, когда женщина прям, ну, уже слишком много себя посвятила, слишком долго она с этим мольбертом простояла, а он неосознанный, темный на самом деле. И она видит на самом деле реальность их отношений не такая. И он думает, что все хорошо, но на самом деле нет. Эта карта негативно отыгрывается для работы. Она создает свое видение, я вот вижу, как хочу, она создает такие моменты, что, ну, мы никогда ничего не добьемся, если мы до истинности не доберемся, не докопаемся, как оно выглядит. Эта карта говорит, нет, на открытой ли дороге куда-то, да, через такую иллюзию еще надо прорваться, чтобы дороги открыть. Это мало того, что увидеть истинность, человек будет погружен не в ту проблему, он себе как бы может придумать проблему, в ней копаться, ковыряться, что в работе, что в отношениях, но не решать вот эту реальность, которая есть. Обычно такие люди отмазываются чем-то, ой, я сначала это сделаю, потом это сделаю, как бы вокруг да около ходят, реальность свою не открывают, реальную проблему не решают. Это тоже, кстати говоря, касается избегательства. Человек избегает решать эти проблемы. Дальше бы сидел, рисовал бы и не видел ничего. Это тоже такой уход от реальности, как вот в прошлом Аркане мы смотрели, да, человек играет в игры, от реальности уходит. Тут тоже такая игра ухода от реальности, ну, по крайней мере, пока с ухода от реальности. Восьмерка кубков. Смотрим. На карте мы видим девушку, которая куда-то бежит. Вообще, конечно, по сюжету девушка тут любила гулять по кладбищу, пришла к своей тетке Элизабет, которая умерла, попрощаться. Раньше ей нравилось быть с Элизабетом. Тут была созависимость, она по ней скучала, на могилу, на кладбище приходила, с могилой разговаривала, но все, дальше уже все, она жива, и она начинает убегать с кладбища, и такая, ну все, хватит, духи тут все темные одолели, и она пытается оттуда сбежать, и вот вся поза намекает там на то, что вот она показывает, ноги мои больше здесь не будет, все, я убегаю, надоело, ой, нет, все, хватит. Побег от отношений. Карта, она такая неоднозначная, потому что у меня проигрывалась как советная, что люди из отношений не выходят, они друг другу не подходят, карта проигрывалась как вот совет бежать оттуда, а бывало, что она подтверждала расставание, что все, я не хочу больше этих эмоциональных нервотрепок, обычно женщина говорит, у меня нет сил на эти эмоции, я даже не хочу себя окружать людьми, у которых эмоциональные проблемы, потому что у нее их своих очень много. Карта по совету, если расстались люди, говорят, что нельзя пить алкоголь, иначе вы там начнете бывшим звонить, видите, она от кубков бежит, если люди пьют, то им надо дать совет, не пейте, чтобы не звонить бывшим, не устанавливайте эту созависимость, вот эту сопривязанность, тут она ее разорвала тем, что ленточку там на бокале завязала, на память оставила, вот это как бы такой разрыв ментальной связи. Вообще, конечно, это некрепривязки всех девиаций, когда один человек ушел из жизни, это вот начало новой жизни, хватит по нему тосковать, лента осталась там, привязка там, то есть она как бы обрубается, отрубается, что нужно убегать, уходить, чиститься, возобновлять жизнь, скалеивать свою жизнь по кускам на это, намекать на лоскуты, на платье, которые говорят о том, что так надо себя сшивать, все эти раны зашивать, в принципе, тут человек готов их зашивать. Часто тоже показывает побег от проблем, что все, мы бежим, мы убегаем, но уже с ответственностью, что так, мы готовы к новой жизни, ныть не готовы, поэтому ныть, как мы себя не окружаем, пить тоже нельзя, тоже человек может сказать себе, все, новая жизнь, кто-то может быть от созависимости, отпрепелся, ведь созависимость, как я выше говорила, не только может быть алкогольной, но и к человеку привязанной, отрыв такой, сепарация от созависимости может быть по этой карте, то есть дальше все, она живет своей жизнью, наконец-то набралась сил уйти, сбежать, она сепарировалась от всех некропривязок, бывает там, например, у клиентки, муж погиб, она поэтому все уже отрубилась от этого и бежит оттуда, все темные силы, которые пытаются девушку на кладбище оставить, она понимает, что все, хватит, нельзя так больше с этим темным прошлым или с этим темным человеком, если в отношениях жить, если пара в отношениях и приходит вам человек на отношения, все, хватит. Больше, конечно, советное, да, уходите или вот все, человек уйдет, потому что надо начинать новую жизнь, а с чего ее надо начинать сбежать от старого, так как тут эмоции скрыты, человек их как бы тоже закопал и похоронил, потому что с кладбище она убегает и там закопала и все, готова, готова уже сбежать, нагима ей здесь больше не будет, она говорит, всем своим телом показывает вот это состояние, что ноги моей больше здесь не будет. Худший уже позади по этой карте, впереди только хорошее, можете поддержать клиента, сказать, что все будет хорошо, вы самого плохого избежали. Для работы точно так же, все то же самое, все плохое позади, отсепарировались, отцепились, отрубились, бежим дальше. и тут как бы вот она отмывается, отмывается от этого всего кубка, отключается и идет жить дальше. Даже если здесь она на кладбище запачкалась от всего, то нужна перезагрузка, чистка, прям отрубиться от этого и начать жить дальше. Даже если вот неэтично будет сказано, обосралась, помылась, пошла дальше. Хватит ныть. Да, помылись, что ж теперь? Помылись, пошли дальше. Да, были ошибки, да. Но тут героиня однозначно настроена. К прошлому больше не возвращаться и к этим ошибкам больше не возвращаться. К девятке кубков. Давайте посмотрим, что мы тут видим на карте. Ну, я бы назвала его, что это такой молодой повес, а нашел лампу Аладдина. Тут вышел Джин. Джин у нас, как всегда, раб. Лампы. Раб идеи, раб желаний. С одной стороны, карта хорошая для отношений. Для того, чтобы были отношения, надо наполнить желаниями ваши отношения. Также может проигрываться, как человек, такой опытный или присыщенный отношениями. Может быть, если рядом негативные карты, не особо ваши отношения или вы ему нужны. Очень трудно богатому человеку наполнить вот эти вот все девять кубков своими желаниями, чтобы освободить Джина, чтобы быть свободным от своих желаний, надо их реализовать. Вообще, душа человека, она соткана из желаний. Мы не можем их себе подавлять. Но также плохо, если их нету. Вот тут не бедный Аладдин, у которого было куча желаний, тут богатый повеса, который не знает, чего он хочет. И они вроде как с Джином должны помочь друг другу. Джин закрывается, хочет себя оградить от глупых желаний этого повеса. Вот этого ребенка, который живет, возможно, за счет родителей. Кстати говоря, в бизнесе так проигрывается, что родительский бизнес, может быть, помогает, или он работает по протежированию родителей, устроили его туда, по маханаты лапе, или в сфере, в конторе, где родители, или родители его куда-то устроили, в институт, или на работу. Ну, такое, да, я сам не знаю, чего хочу, но я согласен с тем, куда меня устраивают. Если по пятерке кубков мама может вмешиваться и кричит, нет, ты делаешь не так, это неправильно, надо делать вот так, то тут сопротивления нет. Пожалуйста, устраивайте меня куда хотите, я буду тусить, гулять, морально разлагаться, это запросто. Желания дурацкие, иначе Джин бы не закрывался от него. Вот Джин есть такой третий глаз, это какое-то пророческое ясновидение. В виде человека он видит у меня так проигрывается, что он видит этого по весу, он закрывается, он видит, что его желания могут ничего хорошего собственно не принести. И намек на то, что вы остерегаете своих желаний, правильно формулируете их, вы рабы своих желаний. Можно трансформировать эту энергию желаний во что-то правильное, во что-то нужное. Ну, без насилия, конечно, но так как душа все равно соткана из желаний, это надо реализовывать. Иначе она уйдет в неосознанное и будут психосоматические болезни. Что тут можно посоветовать человеку, который оказался в этой ситуации? Как бы чуда не будет, пока вы не определитесь с тем, чего вы хотите. А разобраться со своими желаниями нелегко. А что вы на самом деле хотите? Кто-то хочет покоя, кто-то любви, кто-то здоровья. И как минимум, определившись со своими желаниями, это уже половина решения вопроса. Кто-то хочет машину, а кто-то нет. Кто-то кайфует от того, что он за рулем, а кто-то говорит, да нет, мне особо никуда ездить не надо. Мне зачем? Один другого может вовлекать. Давай вот тут вот машина. Может, это не его. Надо разбираться со своими желаниями, а это непросто. Если вы хотите быть здоровыми, надо что-то делать. Мало хотеть. Чудо не произойдет. Куда-то инвестировать, что-то делать, трансформировать, опять же, эту энергию в желании. Может быть, на самом деле не так много у вас желаний. В результате, кому-то хочется покоя, отстаньте все от меня, как УДЖИ закрылся. На запрос, кстати говоря, о каких-то способностях эзотерических, может эта карта показывать ясновидение. УДЖИ на третий глаз, он видит нас в косе этого человечка нашего неопытного, избалованного. Также карта проигрывается, как кого хочу не знаю, кого знаю не хочу. Если отношения только в начале, то человек может вас не выбрать. Он присыщен любовью, всем присыщен. И это, и это, и такой кубок, и сякой. Все женщины были, разная любовь была. И он бывает, что может и не откликнуться на отношения. А если отношения уже есть, то надо бы вам по совету, по этому аркану, наполнять желаниями кубки, чтобы реализовывать себя. Куда мы хотим, чего мы хотим, как мы вместе дальше пойдем. Потому что так-то карта в этом плане неплохая. Тут тоже он ведомый, тут тоже его куда надо устроили, пристроили этого человека. Поэтому можно этим воспользоваться, тем, что можно вовлечь и сказать, а давай вот это сделаем. Потому что тут, вот, например, если это мужчина такой, богатый и изобильный, для женщины хорошая возможность использовать его ресурсы для какого-то благого дела, но в целях, в общих интересах. Не только в ее, чтобы она и манипулировала. А давай вот это вместе делать, а давай вот это. То есть вовлекать постоянно. Вот для таких отношений карта хорошая. Если уже отношения есть, карта вот таким образом хорошая, молодой человек, ресурсный. На девушку тоже могут показать, гендерные роли, да, могут меняться. Если мы смотрим на девушку, да, ресурсная девушка, да, может быть, там у нее богатые родители. Может быть, да, вот ей, она сама не знает, чем хочет. Можно ей дать намек, чего можно хотеть, что благодаря этим ресурсам можно в жизни создать. Как дальше развиваться, куда идти. Для работы просите больше денег. Много возможностей, скажем так, не скромничайте. Все деньги у вас под ногами, перед ногами вам везет. Будет удача. Для работы очень хороший орган. В плане девиации бойтесь своих желаний, потому что они имеют счастье сбываться, но не так, как вы хотели или не так, как хотите. Все может произойти не так, как вы себе представляете. Вы будете разочарованы от своих представлений. Как вы думаете, как вас счастье больше достигает, когда вы ждете или внезапно? Кто-то ждет счастье. Ой, что-то оно не такое пришло, как я хотел. Или вот внезапно. И иногда тут человек разочаровывается в девиации от того, что он вроде как получил, но не так, как он хотел. Итак, приходим к десятке кубков. Самая наполненная, самая хорошая, как мне кажется, карта, вообще карта семейная, карта для семьи, карта благополучия. Рядом с таким человеком вот по этой карте, если выходит на его характер, всегда всем комфортно. Если отношения, то отношения комфортные. Если начало новых отношений, то с таким человеком очень приятно и кажется, что как будто они друг друга давно знают. Мы видим здесь, скажем так, после войны пришел мужчина, жена его встречает, рядом детишки, он поднимает ребенка на плечо. У него нет ноги, зато есть колесико, как бы он вот готов двигаться дальше. Это такой символ. Дальнейшего движения, несмотря на его увечья. Девиация тоже по этой карте есть, хотя и незначительная, по той простой причине, что все-таки ущербность в голове есть у героя. Жена тут такая лобильная, готова поддерживать, лишь бы он был рядом. Это как в романе Джейн Эйр, где этот мистер Рочестер такой был в конце искалеченный, но она все равно любила его и к нему вернулась. И вот тут он вернулся с войны на карте, она готова его ждать. Какой бы он ни был, он нашел себе силы дальше жить, вернулся. Вообще, конечно, карта показывает возврат военных действий, показывает военного, показывает отношения такие, да, после армии, там, 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 дождалась, показывает, кстати говоря, на какую-то военную сферу деятельности у человека, показывает, что все будет хорошо, может показывает, что ранения зажили все на здоровье, да, все-таки это десятка кубков, все лекарства были выпиты и все, что было, зажило, это уже не имеет значения. Здесь есть все символы, и пентакли, и кубки, и жезлы, мальчик бегает, жезл держит. То есть, в этой карте есть полнейшая гармония и идиллия семьи. В плане девиации единственное, что это может быть идиллия в кавычках, как бы создание красивой картинки на показ, когда деда красиво одевает, и выходят люди в свет, но на самом деле отношения там не ладятся. Ну и в плане работы все как в семье, готовы за косяки простить, любить, поддерживать, какие-никакие все равно сотрудники, много лет, возможно, друг с другом проработали, знают друг друга как олопленный, тем не менее, коллектив такой семейный, может быть даже семейный бизнес по каким-то таким моментам, но эмоционально наполненный. Это самая благоприятная карта, и тут нету девиации, нету каких-то таких негативных признаков. В девиации также может быть ущербность у человека после каких-то военных действий, после контузии или после ранения, после выполнения служебного долга, но это все равно возвращение к семье в любом смысле этого слова. Итак, мы завершили, наши кубки мы все рассмотрели, если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся, колокольчик не забудь поставить, чтобы не пропустить мои следующие видео, и я жду вас на личных раскладах и консультациях, ссылка есть в описании канала, и если нравится, мы будем продолжать, пишите в комментариях, принимаю с благодарностью, или пишите, о какой колоде вы хотите, чтобы я вам рассказала.